День шестнадцатый. Тверь. Понедельник, девятое июля. День шестнадцатый. Черковский повез Дронго на берег реки, рядом с тем местом, где опрокинулась лодка с ликвидатором. Они долго стояли на берегу, Дронго не двигался, наконец, Черковский не выдержал. — Вы чего-то ждете? — спросил он у Дронго. — Тот обернулся, покачал головой. — Мне важно почувствовать это место, — сказал он. — Посол ведь наверняка заранее продумал все детали своего исчезновения. В тот момент, когда опрокинулась лодка, он был в плаще? — Говорят, что да, — ответил Черковский с любопытством, глядя на эксперта. Ему было интересно находиться рядом с этим человеком. Помогая Дронго, способности которого он столько слышал, Юрий как бы вырастал в собственных глазах. — Я думаю, что он спрятал что-то типа респиратора под плащом, — предположил Дронго, — иначе бы он не выдержал. Здесь вся поверхность воды просматривается на несколько сот метров. Он перевернул лодку вечером, но в это время здесь бывает еще достаточно светло. Ему нужно было проплыть под водой достаточно долго. Он ведь не чемпион по плаванию и вряд ли мог бы задержать дыхание на такой дистанции под водой. Проплыть ее за одну-две минуты он бы тоже не смог. Значит, у него был респиратор, и он прятал его под плащом. — Возможно, — согласился Черковский. — В таком случае он плыл по течению. — Нет, — возразил Дронго. — Только против течения. Он ведь понимал, что искать его тело будут именно ниже по течению, поэтому он должен был плыть в другую сторону. При этом он не мог рисковать и выплывать, где попало. Значит, ему нужен был маяк. Место, где он должен был выйти, чтобы переодеться в сухую одежду и постараться избежать при этом общения с кем-нибудь из местных жителей. — Согласен, — кивнул Черковский, — но мы не подумали о маяке. Мы считали, что он просто обманул всех и перевернул лодку, ушел под воду, чтобы потом где-нибудь выплыть. — Сколько вам лет, Юрий? — неожиданно спросил Дронго. — Двадцать восемь, — ответил Черковский. — А почему вы спросили? — Значит, вы не работали в те времена, когда ваше ведомство еще входило в систему КГБ СССР? — Нет, конечно, — засмеялся Юрий. — Я тогда еще учился в институте, хотя в Комсомол вступил и был даже заместителем секретаря Комсомольской организации факультета. — Понятно. Вы еще слишком молоды и никогда не имели дела с реальными ликвидаторами. Вы сказали, что он обманул всех, чтобы потом уйти под воду и где-нибудь выплыть. Так вот, такого просто не могло быть. Он действительно собирался обмануть всех, и это ему отчасти удалось. Но выплыть где-нибудь, как вы говорите, он не мог. Ликвидатор этим и отличается от всех остальных смертных, что он, как хороший шахматист, точно просчитывает все ходы, а это значит, что мы должны найти маяк, где он мог выйти из воды. Они пошли вдоль берега, внимательно осматривая прилегавшую к реке территорию. Они шли довольно долго, пока наконец Черковский не спросил, вы думаете, он проплыл такое расстояние? Убежден. — Кстати, в воде плыть гораздо легче, чем нам с вами идти по берегу, — ответил Дронго. — Хотя я думаю, что мы скоро найдем маяк. Это будет из луча на реке или поворот, на котором он должен был остановиться. Они прошли еще метров двести, пока Дронго не остановился, указывая на дерево, росшее у самого берега. — Вот и маяк, — показал Дронго. — Вы видите, здесь река делает поворот. Это был знак для посла. — Пойдемте к дереву. — Я почти уверен, что мы обнаружим дупло. — Вы видите, дерево растет рядом с берегом, и если человек выйдет из реки, его никто не увидит. Они подошли к дереву, Черковский наклонился и, увидев дупло, удовлетворенно хмыкнул. Он засунул в него руку и вытащил целый ворох мокрых листьев, смешанных с грязью. — Здесь ничего не могло быть, — сказал он, обращаясь к Дронго. — Дупло мокрое. — Нет, — улыбнулся Дронго. Он тоже наклонился и достал еще целый ворох листьев, после чего достал носовой платок и стал вытирать руку. — Посмотрите на листья, — предложил Дронго. — Мокрые листья, которые лежат сверху, маленькие, загнутые, с неровными краями. Такие листья не могли попасть в дупло сами по себе. Они с берега, их положили сверху. А вот эти листья, сухие и ровные, с широкими краями, находились в самом дупле. В одном дупле не бывает листьев, столь разных по размеру и виду. Он прятал здесь одежду. Затем перед уходом набросал сюда еще листьев и, очевидно, полил сверху все водой, чтобы в дупле было сыро и мокро. — Как это — полил? — с иронией спросил Черковский. — Вы думаете, у него была с собой бутылка или он носил воду из реки? — Нет, не думаю, — спокойно ответил Дронго, не обращая внимания на тон капитана. У него была мокрая одежда. Он мог выжать из нее воду прямо в дупло, чтобы не оставлять следов на земле. Настоящий профессионал обязан предусматривать такие мелочи. Черковский нахмурился, посмотрел на листья, отвернулся, потом нерешительно пробормотал. — Вы меня извините, я, кажется, неудачно пошутил. — Ничего страшного, Юра, — вздохнул Дронго. — Я иногда сам себе кажусь таким старым, все повидавшим скептиком, хотя мне только сорок лет. Черковский промолчал. Для него сорок лет было делом весьма отдаленного туманного будущего. Очевидно, Дронго это почувствовал, потому что по лицу его проскользнула улыбка. Он огляделся еще раз, затем повернулся и пошел дальше уже к дороге. — Да, — сказал он, внезапно останавливаясь. — Он все рассчитал точно, вышел из воды, переоделся и пошел в сторону дороги. Там не так много машин, и все они не из Твери. Он, очевидно, рассчитал и это обстоятельство. Отсюда до станции далеко? — Минут десять, — ответил Черковский. Тогда он поехал на станцию. Значит, он прячется не в самой Твери, а где-нибудь в другом месте, которое обязательно находится на линии железной дороги, ведущей либо в Тверь, либо, что гораздо вероятнее, в Москву. Хотя ликвидатор мог поступить и достаточно нестандартно, выбрав другое направление, но мне все же кажется, что он выбрал какую-нибудь станцию по пути к Москве. — Почему именно к Москве? Ему ведь заказали убийство. Раз обратились к профессионалу такого уровня, как посол, значит, речь идет о каком-нибудь известном политике или бизнесмене. Поскольку переговоры с ним вел генерал ФСБ, думаю, что это политик. Это необычный заказ. Судя по той сумме, которую нашли в машине погибшего, Лосякина ликвидатору пообещали заплатить огромные деньги. Вот и получается, что его объект наверняка в Москве. Кстати, так считают и ваши аналитики. И сам он должен, соответственно, быть ближе к столице. — Возможно, — согласился Черковский. — Но это пока только наши предположения, и мы не знаем, где прячется посол. — У него должно быть обязательно две или три явки. Одна наверняка в Москве, одна недалеко от Твери, причем на ее месте я бы выбрал небольшой городок у железнодорожной станции по линии Тверь-Москва, а может, чуть дальше от Твери, чтобы запутать возможных преследователей. — Почему от Твери? — Он должен был куда-то перевезти свои личные вещи из дома. Нерезонно было тащить их далеко. — Вы так говорите, как будто он с вами советовался, как ему поступить. Каждый считает, что он способен выбирать тот или иной путь. — На самом деле поступки человека и его судьба очень жестоко детерминированы, — убежденно сказал Дронго. — Интересная теория, — пробормотал Черковский, останавливаясь. — Мы будем идти пешком до станции или поймаем машину? — Будем идти пешком, — невозмутимо ответил Дронго. — Я однажды прошел пешком без воды и еды несколько десятков километров, и ничего со мной не случилось. А вы моложе меня на двенадцать лет, и идти здесь всего несколько километров. Я думаю, доберемся. Черковский не стал возражать и только тяжело вздохнул. Через полтора часа они наконец дошли к небольшой железнодорожной станции. Дронго был удовлетворен. — Он тоже мог пройти пешком, — заметил Дронго уставшему капитану. Теперь мне нужно осмотреть дом, в котором он жил, побывать на его работе. Я думаю, мы можем сразу поехать в спорткомплекс. — Для начала нам нужно дождаться поезда, — вздохнул уставший Черковский, уже пожалевший, что оказался напарником этого неугомонного человека. Ждать пришлось достаточно долго. В спорткомплекс они попали только через четыре часа. Войдя в здание, они прошли к административному блоку. В коридоре стояли несколько молодых парней. — Подождите меня здесь, — обратился Дронго к Черковскому. — Я хочу уточнить один вопрос. Он вошел в приемную директора, где сидела длинноногая девица, внимательно изучавшая журнал МОД. Увидев вошедшего незнакомца, она подняла голову, что-то буркнула и снова уткнулась в журнал. Потом почувствовав, что незнакомец не собирается уходить, она снова посмотрела на него уже более внимательно. Она оценила его светлый костюм, его красивую и удобную обувь. Ей понравился его уверенный, немного насмешливый взгляд, даже его небольшая лысина показалась ей симпатичной. Где-то она считала, что лысые мужчины — самые сексуальные на свете. К тому же он был высокого роста и широкоплечий. — Что вам нужно? — спросила она. — Мне нужен ваш. — Директор, — объяснил незнакомец. Я хотел задать ему один вопрос. — А кто вы такой? — уточнила она. — Как вас представить? — Скажите, что пришел хороший человек. — Он вас не примет, — улыбнулась она. — Тогда скажите, что я журналист из Москвы и хотел бы с ним побеседовать. Она вскочила со своего стула. И здесь не каждый день появлялись корреспонденты из столицы, и тем более такие. Через несколько мгновений из кабинета вышел сам директор. Он был низкого роста и, как все мужчины низкого роста, обладал кучей комплексов, одним из которых было страстное желание самоутверждения. С одной стороны, он хотел показать, что общаться с журналистами, хотя бы и столичными, для него дело привычное. С другой стороны, его распирало тщеславие. Так что Дронго нашел самый верный ход, чтобы директор его принял. В кабинете сидел какой-то мужчина в спортивном костюме. Очевидно, это был тренер, которого ждали те ребята в коридоре. — Можете идти, — строго сказал директор. — Я вас больше не задерживаю. Удивленный тренер, с которым, очевидно, мгновение назад говорили на «ты», поднялся и вышел. Дронго вошел в кабинет, огляделся по сторонам и остался доволен тем, что увидел. На самом видном месте висели портреты, на которых хозяин кабинета был запечатлен рядом с известными спортсменами. Директор сел в свое кресло и показал на другое кресло своему гостю. — Чай или кофе? — уточнил он. — Лучше чай, — кивнул Дронго. — Алена, нам два чая, — приказал директор. — И чтобы никто не мешал. Дронго продолжал осматривать кабинет. — Вы из какой газеты? — любезно спросил его директор. — Боюсь, что меня неправильно поняли, — улыбнулся Дронго, представляя, как начнет психовать хозяин кабинета. — Я не из газеты. — Я член Союза журналистов и приехал сюда, чтобы написать о смерти вашего заместителя. Он ведь раньше работал в КГБ СССР. Улыбка сползла с лица хозяина кабинета. Он неприязненно посмотрел на своего гостя. — Орашникове! — мрачно процедил он. — А у вас есть разрешение на посещение нашего комплекса? — Нет, — улыбнулся Дронго. — У меня есть только мой друг, который ждет меня в коридоре. Директор хотел что-то добавить, но Дронго его опередил. Он как раз бывший коллега Рашникова, капитан из службы внешней разведки. Может, вы его тоже примете? — Да, конечно, — сказал ошеломленный директор. Он сам вышел в коридор, чтобы пригласить Черковского. Правда, на этот раз он сначала внимательно изучил удостоверение капитана и лишь затем разрешил последнему войти. Попутно он незаметно сделал знак своей секретарше, чтобы она не торопилась с чаем. Впрочем, гости и не собирались у него задерживаться. Они хотели осмотреть кабинет, в котором работал покойный Рашников. Директор вызвал своего нового заместителя, уже назначенного на место Игоря Викторовича, и приказал тому показать гостям все, что их интересует. Сам он сухо простился с неприятными гостями кивком головы. Дронго долго и внимательно осматривал кабинет Рашникова. Закончив осмотр, он кивнул Черковскому, и они оба покинули спорткомплекс. В это время директор уже звонил в местное управление ФСБ, сообщая о незваных гостях. К вечеру сообщение о визите сотрудников СВР было передано в Москву. Получивший сообщение, один из сотрудников группы Машкова не придал этому факту особого значения, решив, что сотрудники СВР проверяют по собственному списку бывших ликвидаторов. Он даже не предполагал, какую взбучку ему придется получить за эту ошибку. А Дронго и Черковский поехали к безутешной Тине Михайловне, которая уже привыкла рассказывать всем желающим о своем жильце, так нелепо погибшем на рыбалке. В городе об этом много говорили. Никто не мог вспомнить, чтобы человек утонул на рыбалке, и тело не было найдено. Утопленников действительно не всегда находили. Трупы цеплялись за коряги на дне реки или уходили в проемы, образовавшиеся в искусственных озерах на местах бывшего строительства. Но чтоб на рыбалке, на глазах у всех утонул человек, и его тело не нашли, такого здесь еще не было. Она узнала Черковского и приняла его как старого знакомого. Комнаты Рашникова она превратила в своеобразный музей, куда приходили ее соседи и знакомые, стараниями Тины Михайловны он превратился в героя фронтовика, хотя во время войны был совсем маленьким мальчиком. Дронго слушал ее рассказы, вежливо кивал, и тем временем внимательно осматривал комнату. Он обратил внимание на след от исчезнувшего телефонного провода, на несоответствие двух комнат, как будто в них жили два абсолютно разных человека. Ничего лишнего в комнатах не было, Рашников успел об этом позаботиться. Они покинули дом Тины Михайловны поздно вечером, и Дронго предложил Черковскому поехать туда, где было совершено убийство Аримова. Усталый, голодный, невыспавшийся Черковский вынужден был согласиться. Дом Аримова они нашли после недолгих поисков. Оставив капитана внизу, он поднялся на последний этаж и снова спустился. После чего, наконец, объявил падающим от усталости Черковскому, что они могут ехать на вокзал, чтобы успеть на последний поезд в Москву. Уже в поезде Черковский спросил его, зачем мы ездили к дому Аримова. Вы думали найти там какие-нибудь следы? Там побывало столько людей. Неужели вы думали найти что-нибудь новое? — А я и нашел, — спокойно ответил Дронго. — Дело в том, что ваши специалисты сделали неверный вывод. Они полагали, что Аримов вошел в подъезд и поднимался наверх, когда его догнал Рашников, выстреливший в него трижды. На самом деле догнать Аримова он не мог. Там узкие, неудобные лестницы. Шаги отдаются шумной гулкой, так что его наверняка бы услышали соседи. Он не догонял. Он ждал на пятом этаже. А потом, когда услышал, что Аримов поднимается по лестнице, начал спускаться вниз. Он прошел мимо него, обернувшись, начал стрелять. — Ну и что? — не понял Черковский. — Какая разница? Мне иногда трудно понять логику ваших рассуждений. Ведь баллисты проверили, откуда стрелял убийца и точно установили, что он находился ниже Аримова. Какая разница, как он там появился, сверху или снизу. Главное, что он был в подъезде и стрелял в Аримова. Он выстрелил трижды, затем повернулся, очевидно испугавшись, что не сумел убить человека. Аримов у него выстрелил, затем он сделал еще два выстрела. Картина была восстановлена с точностью до секунды. Зачем вы туда пошли? — Господи! — вздохнул Дронго. — Это же так просто. Можно мне называть тебя на «ты»? — Конечно, можно! — кивнул Юрий. Я давно хотел вас попросить об этом. Ну так вот, Юрий, для убийства Аримова действительно не имеет никакого значения, откуда на лестнице появился убийца. Спускался он сверху или поднимался следом. Но для меня имеет очень важное значение, как вел себя Рашников. Он ведь понимал, что рискует, находясь на пятом этаже подъезда. А Аримов мог оказаться не один. А с лестничной клетки пятого этажа нет выхода на чердак. В этом подъезде нет выхода на чердак, ты меня понимаешь? — Пока нет. Рашников всегда рассчитывает все свои действия. Он не должен был находиться на пятом этаже здания, в котором нет второго выхода. По всем правилам он обязан был подниматься следом за Аримовым, чтобы настичь его на площадке пятого этажа. Но он этого не сделал. Значит, он не совсем уверен в своих физических возможностях. Значит, он будет планировать свои будущие операции с учетом и этого фактора. Он не хочет рисковать, понимая, что уже не в лучшей физической форме. — Теперь понятно, — кивнул Черковский. Я, когда вас слушаю, думаю, что мне нужно заново учиться. Во всяком случае, общаясь с вами, остро чувствуешь свою неполноценность. Вы можете делать выводы из самых незначительных деталей. — Это единственное, что я умею, — неожиданно сказал Дронго. — Я мечтал быть историком. Хотел исследовать тайны прошлого, хотя юристом мне тоже ужасно хотелось стать. А чем все это кончилось? Впрочем, уже поздно жалеть. Говорят, что в сорок лет трудно менять свою жизнь. — Вы недовольны своей судьбой? — удивился Черковский. — Не знаю, — честно ответил Дронго. — Думаю, что в общем доволен. Хотя, с другой стороны, все получилось не совсем так, как я планировал. Жизнь в эпоху перемен действительно странная штука. — Вы думаете, мы его сумеем вычислить? — спросил Черковский. Дронго молчал. — Вы меня слышите? — через некоторое время спросил капитан. — Да. — очнулся от своих мыслей Дронго. — Конечно, мы его найдем. Рано или поздно человек не может исчезнуть без следа, тем более человек, который должен выполнить столь неприятный для нас заказ. Весь вопрос в том, сумеем ли мы его остановить до того, как он начнет действовать. День шестнадцатый, Москва, понедельник, девятое июля. Вегунов поехал на Петровку в плохом настроении. Несколько дней назад он лично обшарил всю квартиру Лосякина. Он выстукивал паркет, стены, проверял мебель. Все было напрасно. Никаких тайников в доме не было. Вегунов догадывался, что их и не может быть, если Кирилл Сергеевич использовал этот дом для разного рода конспиративных встреч и деловых свиданий, то вероятность обнаружения какого-либо тайника была близкой к нулю. Правда, он нашел в квартире несколько тысяч долларов и посчитал, что покойному они уже не понадобятся. И так никаких документов или пленок он не нашел. Вчера вечером ему позвонил его старый знакомый, полковник Тушев, который работал под руководством Вегунова несколько лет назад и не забывал своего начальника. Его хорошей памяти способствовали весьма приличные суммы гонорара, которые Вегунов выплачивал своему бывшему сотруднику за специфическую информацию. Тушев получал деньги как консультант охранного агентства, но информация, которую он давал, была зачастую настолько щекотливого свойства, что позволяло Вегунову решать многие сложные вопросы безо всяких проблем. Они знали друг друга достаточно давно и поэтому охотно к взаимной выгоде сотрудничали. Ни одно охранное агентство не могло получить такие сведения, какими располагал Тушев. Вегунов же мог работать с максимальным эффектом, используя свои связи в МВД. Тушев работал в Муре достаточно давно и пользовался репутацией крепкого профессионала. Еще несколько дней назад, получив указание Тальковского, Вегунов позвонил своему бывшему сотруднику и попросил его подыскать среди задержанных кого-нибудь, кто мог бы быть ему полезен для одного дела. Он объяснил, что ему нужен человек из-за Кавкази или Средней Азии, обязательно имеющий проблемы с законом и не имеющий прописки в Москве. Вегунов также попросил, чтобы задержанный по возможности был бывшим военнослужащим или человеком, имеющим приблизительное представление об оружии. Тушев пообещал найти, зная, что гонорар будет более чем высоким. И действительно, в понедельник, днем, он позвонил Вегунову и сообщил, что подходящий кандидат найден. Вегунов приехал на Петровку, где его все знали, и, получив пропуск, оставленный для него Тушевым, прошел к нему в кабинет. Через несколько минут он уже знал, что задержанный Саид Курбанов был не просто бывшим военнослужащим, а бывшим сотрудником Министерства национальной безопасности. Ничего лучшего нельзя было придумать. Несмотря на то, что правительство его страны требовало выдачи преступника, полковник Тушев заверил Вегунова, что на оформление всех документов уйдет несколько недель, и все это время Курбанов будет находиться в море. Во время его задержания был тяжело ранен один из сотрудников группы захвата, посланный за Курбановым, и прокуратура возбудила уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Правда, при этом Эллу Кужелеву, которая, собственно, и была в этом виновата, выпустили из тюрьмы, а Саида Курбанова оставили, решив, что будет лучше, если он дождется решения российских властей, сидя за решеткой. Вегунов около часа внимательно читал все материалы дела и лишь после этого попросил привезти к нему Курбанова, чтобы он мог с ним поговорить. Тушев любезно согласился и, вызвав на допрос задержанного Курбанова, оставил их вдвоем в своем кабинете. Саид сидел на стуле, разглядывая неизвестного ему человека в штатском костюме. «Вы, Саид Курбанов», начал свой разговор Вегунов, «были у себя на родине начальником отдела Министерства национальной безопасности». «Правильно?» «Думаю, что вам все известно. Меня допрашивают уже в четвертый раз. По-моему, многовато. Вам не кажется?» «Не путайте, Курбанов. Вы не у себя в кабинете и не можете задавать мне вопросы», жестко заметил Вегунов. «Вы подтверждаете, что ваша настоящая фамилия Курбанов?» «Подтверждаю», кивнул Саид. «И вы разыскиваетесь правоохранительными органами вашей страны как государственный преступник?» «Да, это так. Хотя мне трудно согласиться с таким определением. «Вы живете в России по поддельным документам, не имея ни разрешения, ни временной регистрации, ни московской прописки?» «Абсолютно точно. Вот эти положения я действительно нарушил. Но за это нельзя держать человека в тюрьме». «Ваше посольство настаивает на вашей выдаче», — сухо сказал Вегунов. «Вы догадываетесь, что вас ждет суд и пожизненное заключение?» «Вот здесь, я думаю, вы ошибаетесь», — возразил Саид. «Никакого суда не будет. Меня просто уберут. Сначала вытрясут из меня все, что я знаю, а потом уберут». «Неприятная перспектива», — согласился Вегунов. Он достал сигареты и протянул их Саиду. «Курите». «Спасибо». Саид взял сигарету, но курить не стал, убрав ее в карман. Вегунов усмехнулся. «Этот бывший КГБшник схватывал все на лету. Похоже, с ним можно говорить достаточно откровенно. «Вы понимаете, что нам придется вас выдать?» спросил Вегунов. «Вы говорите об этом так, словно не хотите этого делать». «Не хочу», — признался Вегунов. «Очень не хочу». «Только не говорите, что я вам понравился или вы сочувствуете нашей борьбе. Я вам все равно не поверю». «Правильно сделаете», — кивнул Вегунов. «Мне абсолютно до лампочки и ваша борьба, и ваша персона. У меня к вам конкретное деловое предложение. Вы выходите из тюрьмы, получаете новые документы и десять тысяч долларов наличными, и больше вас искать никто не будет». «Неужели вы альтруисты?», — засмеялся Саид. «И вы не хотите ничего взамен?» «Хочу», — кивнул Вегунов. «Взамен вы выполните одну мою просьбу». «Я заранее не согласен. Если вы хотите, чтобы я кого-нибудь убрал или дал ложные показания, это не для меня. Я вам не подойду». «Как вы плохо думаете о своих коллегах из милиции», — упрекнул его Вегунов. «Что значит «убрал»?» «Вы считаете, что офицер милиции может предложить вам, офицеру КГБ, или как у вас там называется теперь МНБ, выполнить подобное задание?» «Да я бы с вами и говорить на такую тему не стал. Вы бы меня немедленно выдали, потребовали бы встречи со своим адвокатом или с моим руководством, и сразу бы меня выдали». «Я не настолько глуп, Курбанов, чтобы предлагать вам, политическому диссиденту, подобную сделку». «Что вам нужно?» усталость, спросил Саид. «Ничего, сущий пустяк. Мне нужно, чтобы вы оказались на одной презентации, которая состоится через несколько дней. Разумеется, мы вас выпустим перед самым началом презентации. Заранее хочу предупредить, чтобы вы не пытались бежать. Вокруг вас будет человек двадцать моих людей. Любая попытка будет пресечена самым решительным образом. «Мне нужно, чтобы вы оказались на этой презентации и высказали свою точку зрения одному чиновнику, так сказать, глаз народа, глаз Божий». «И только», — не поверил Саид, «вы хотите сказать, что вы выпустите меня из тюрьмы, отправите на презентацию, чтобы я покритиковал какого-то чиновника, а затем отпустите меня и дадите документы и деньги?» «Неужели я должен вам верить? Или вы считаете меня идиотом?» «Хватит», — поморжился Бигунов. «Не нужно передергивать». «Мы наймем вам лучшего адвоката и вытащим из тюрьмы. Потом мы действительно отвезем вас на презентацию. Только там вам нужно будет не просто покритиковать чиновника, а подойти к нему и дать пощечину, желательно при всех. И желательно сделать это до того, как вас схватит его охрана. Вот, собственно, и все. Конечно, после этого скандала вас снова арестуют, но за пощечину в нашей стране в тюрьму не сажают. Если чиновник захочет, он сможет подать на вас в суд, но я думаю, что он не станет позориться. И вас отпустят через двадцать четыре часа, после чего вы можете убираться куда хотите». Саид задумался. Он смотрел на своего собеседника и молчал. «Вам что-то непонятно?» — спросил Вигунов. «Зачем вам это нужно?» — тихо уточнил Саид. «Нужно», — ответил Вигунов. «Я же не спрашиваю вас, зачем вы стали диссидентом. У вас была прекрасная должность. Вы были на хорошем счету. Зачем вы полезли в политику? Или вы действительно озабочены правами человека в вашей стране? В таком случае вы избрали не ту профессию. Вам нужно было стать врачом или журналистом. Я ведь ознакомился с вашим делом. Вас уволили из органов после очередной попытки переворота в вашей стране. Вы никакой не диссидент, Курбанов. У вас шла обычная борьба между кланами. Ваши проиграли и вас выперли из органов. И только после этого вы стали критиковать существующий у вас режим. Что мешало вам делать это до того, как вас выгнали? Или ваши политические взгляды так резко изменились? Не нужно доказывать мне, что вы боретесь за счастье народа. Смешно, когда офицер службы безопасности говорит такие вещи. Я ведь несколько лет работал на юге. Знаю ваши обычаи и знаю, что там у вас происходит. На самом деле один клан борется с другим кланом за доступ к государственным средствам, за право бесконтрольно распоряжаться имуществом вашей страны. Вот вам и вся политика. — Неправда, — возмущенно закричал Саид, вскакивая со стула. — Меня увольни из-за моих взглядов. Я ни разу в жизни ни у кого не взял денег. Я не брал взятки. — А вам их давали? — цинично спросил Вигунов. — Иногда предлагали, — признался Саид, снова усаживаясь на стул. — Значит, вы хотите скандала? Хотите опозорить кого-то из своих чиновников? Тогда почему не нанимаете кого-нибудь из своих? Зачем вам нужен я? — Хм, вы задаете слишком много вопросов. У вас есть одна минута, чтобы ответить «да» или «нет». Если вы скажете «да», то я сейчас выйду отсюда и поеду к адвокату. Мне придется заплатить очень большие деньги, чтобы он согласился вас отсюда выдачить. А потом вы поедете со мной на презентацию и, пробившись к чиновнику, дадите ему пощечину. Мы объясним вам, что нужно будет говорить, когда вас схватят, когда вас снова отпустят, вы сможете уехать из Москвы. Где гарантия, что меня снова отпустят? Если мы можем добиться вашего освобождения сейчас, когда вы сидите в тюрьме как государственный преступник и ваше посольство требует вашей выдачи, то я думаю, что мелкое хулиганство, за которое вас арестуют, будет для нас не столь сложной проблемой. А если вы решите меня убрать? У вас извращенное мышление, строго заметил Вигунов. После того, как вы так громко заявите о себе, о вас будут писать все газеты и журналы страны, о вас будут говорить по всем каналам телевидения, неужели вы думаете, что кто-то решится убрать вас в подобных обстоятельствах? Это немедленно вызовет такой грандиозный скандал, что лучше даже не пытаться, не говоря уже о том, что будет назначено специальное расследование. Гораздо удобнее убрать вас прямо сейчас, пока вы никому не известны. Саид молчал. Он обдумывал это странное предложение. У вас не так много времени, заметил Дыгунов. Если вы не согласитесь, вас выдадут вашему посольству уже завтра утром. И вот уж тогда у вас действительно не будет никаких гарантий, и ни один журналист не узнает, что с вами случилось. я предлагаю вам выбор. Либо глупая бесславная смерть у вас на родине, либо свобода, широкая известность и обеспеченная жизнь. После вашего поступка вас наверняка не выдадут. Более того, если я назову вам имя человека, против которого будет направлен скандал, вы наверняка согласитесь. вы даже сможете сказать, что ударили его в знак протеста против проводимой им политики и против его поддержки существующего у вас в стране режима, чтобы не пострадал ваш имидж борца за справедливость, по-моему, трудно придумать более идеальное предложение. Вы хотите вытащить меня отсюда только для того, чтобы я ударил неизвестного мне человека ударил слишком сильное слово. Достаточно, если вы дадите ему пощечину при всех, чтобы этот момент был зафиксирован на пленке. Вот и все, что от вас требуется. Потом можете говорить все, что угодно, обосновывая свой поступок. И вы меня выпустите? «Конечно», кивнул Вигунов. «Мы же не можем вас повести на презентацию прямо из тюрьмы. Я гарантирую вам освобождение в течение ближайших трех дней. Лучше адвокат Москвы будет заниматься вашим делом. Единственное условие — после освобождения вы проведете несколько дней вместе с нашими людьми за городом, чтобы исключить всяческие неожиданности. А после презентации вы можете делать все, что хотите. Вы станете национальным героем не только нашей, но и своей страны, а вас будут писать все газеты. Что вам еще нужно? Я должен подумать, нахмурился Саид. Ваше предложение слишком необычно. Думайте, согласился Вигунов, только учтите, что у вас не так много времени, и если вы не дадите мне ответ сегодня, завтра, может быть, уже поздно, вы же опытный человек, должны все понимать. Против кого вы готовите эту провокацию? Неожиданно тихо спросил Саид. Этого я вам не скажу, ответил Вигунов. об этом вы узнаете только на презентации, согласитесь, что у меня тоже должны быть какие-то гарантии. Если в последний момент вы передумаете и захотите отказаться, мы вас уберем прямо во время презентации, очень тихо и быстро. И тогда никто не узнает, что с вами случилось. Вы продумали все варианты. Конечно. Я к вам пришел с серьезным предложением. Или вы считаете, что я шутил, когда предлагал вытащить вас отсюда? Вы думаете, это легко сделать? Я знаю, что нелегко. В таком случае я жду вашего решения, подытожил Вигунов. Поймите, что такой шанс выпадает один раз в жизни. Подумайте хорошо, продолжал Вигунов. Вы спасаете не только свою жизнь, вы спасаете свою честь. Вам ведь известны все методы, к которым будут прибегать ваши бывшие коллеги, чтобы получить от вас нужные им сведения? вас сломают на первом же допросе. Сейчас необязательно избивать человека, чтобы заставить его говорить. Есть масса различных психотропных препаратов, под действием которых вы скажете все, что им нужно. Все будут считать вас подлецом и предателем, даже ваши родные. Неужели я должен вам все это объяснять? Когда состоится презентация? Через четыре дня. В пятницу. А когда меня отсюда выпустят? Я пока не говорил с дилутантом. Это ведь не так легко сделать, сами понимаете. Но я думаю, что через два дня. Саид закусил губу. Он смотрел на бегу новой, долго молчал, долго и тяжело. Потом наконец кивнул головы. Ну вот и хорошо, поднялся бегунов. Я думаю, что вы сделали правильный выбор. День семнадцатый. Москва, Ясенево, вторник, десятое июля. Он давно не был в Ясенево. Много лет назад здесь был создан целый комплекс для сотрудников первого главного управления КГБ СССР. В восьмидесятые годы работы экспертом в международных организациях он несколько раз приезжал сюда. С распадом страны его визита в Ясенево прекратились. За восемь лет здесь произошли разительные перемены. Были переоборудованы некоторые помещения, появилось много современной техники, и люди стали совсем другими, прежние, ощущая себя сотрудниками всесильной организации, сама принадлежность, которая свидетельствовала об их особом статусе, были замкнутыми и молчаливыми. Сейчас в коридорах попадались молодые люди в строгих костюмах, которые приветливо здоровались и живо общались друг с другом, не обращая на Дронго никакого внимания. За эти годы все изменилось. Эксперты советского периода уже никого не интересовали. Дронго даже почувствовал себя неким динозавром, случайно попавшим в современную эпоху. Здесь сверхсложные задачи решали уже с помощью компьютеров нового поколения, а возможному противнику не удалось бы скрыться от всевидящего ока спутников. Он направился в кабинет Осипова, где, кроме самого Георгия Самойловича и Черковского, его ждал психолог, пригласить которого попросил сам Дронго. Это был пожилой человек, уже давно вышедший на пенсию. Его огромный покатый лысый череп был знаком многим разведчикам, проходившим подготовку в разведшколе. Это был Лев Григорьевич Штейнбах, один из тех специалистов, которые проверяли психологическую устойчивость разведчиков, разрабатывая для них особые тесты. Несмотря на свой преклонный возраст, он все еще оставался экспертом СВР, выступая консультантом в особо сложных случаях. Они были знакомы. И хотя Лев Григорьевич был старше Дронго лет на тридцать, он относился с уважением к его таланту находить решение самых сложных психологических ревусов. Они ценили профессионализм друг друга и поэтому, обменявшись приветствиями, не откладывая, приступили к анализу ситуации. Дронго интересовало мнение бывшего главного психолога службы внешней разведки. Мельчайшие подробности поведения посла в экстремальных ситуациях. Двадцать пять лет назад именно Лев Григорьевич готовил Рашникова, помогая ему в обретении особой психологической устойчивости. «Я хотел бы знать особенности психологии Рашникова», начал Дронго. «С ликвидаторами вы ведь работали по особой программе и мне крайне интересны ваши наблюдения». «Он был весьма неплохим специалистом», задумчиво произнес Лев Григорьевич. «Знаете, мы проверяли его на цветовой тест и получили очень интересные данные. Наши психологи считали, что доминирующим цветом для него должен быть красный цвет, символизирующий силу, любовь, кровь, но он выбирал всегда темно-синий. Именно синий выбирает флегматики, либо люди, склонные к стабильному образу жизни. Он удивил нас. Его любимыми цветами были черный и синий». «Тест Люшера», задумчиво произнес Дронго. «Я не знал, что в разведке проверяли профессионалов на цветовых тестах». «Тест Люшера был разработан специально для методики проверки личности», напомнил Лев Григорьевич. «Но мы применяли и другие тесты, чтобы выявить наклонности Рашникова». «Должен сказать, что у него всегда были феноменальные результаты», за исключением теста Люшера, где он выбрал не красный и не желтый, как большинство его коллег, а именно черный и синий. «Почему желтый?» «Мне казалось, что этот цвет выбирают замкнутые в себе меланхолики». «Замкнутые на себя психопатические личности», подтвердил Лев Григорьевич. «Но это не значит, что они меланхолики. Скорее наоборот, это люди внешне серые, неприметные, но у них очень развитое богатое воображение. Такие психотипы нас как раз устраивали. Но Рашников был не такой». «Как раз наоборот. Он был прагматиком, весьма рациональным человеком, умел просчитывать варианты на много ходов вперед. Я бы даже сказал, что он получал удовольствие от планирования собственных операций. Вместе с тем, мы всегда отмечали его сильную потребность в одиночестве». «Он нуждался во внешних эффектах?» «Нет». «Он был достаточно независим, мотивации престижа или уважения со стороны окружающих его не интересовали?» «Ему важно было ощущение собственного благополучия, собственной безопасности». «У него было чувство юмора?» «Во всяком случае заметно не проявлялось. Нет, я думаю, что с этим у него было туго». «Как он поведет себя в критической ситуации?» «Будет сохранять хладнокровие до самого последнего момента, даже когда поймет, что проиграл». «Он умеет держать все свои чувства полностью под контролем. Сорваться, проявить нездержанность, совершить необдуманный поступок под воздействием эмоций он не может ни при каких обстоятельствах. Мы так и готовили всех ликвидаторов. Они должны были иметь железные нервы, абсолютно железные. Он работал с помощником? Нет, это было запрещено. У ликвидаторов не могло быть помощников, это исключено. Ликвидатор всегда действовал в одиночку. Что касается конкретно Рашникова, то он вообще никогда и никому не доверял, даже связным, которые должны были поддерживать с ним контакты. Он требовал организовывать передачу информации так, чтобы избегать личных встреч. Это он научил Шакала не доверять ни одному из собственных связных. Любимую пословицу французов «предают только свои» они сделали своей главной заповедью. Лев Григорьевич, меня интересует ваше мнение вот по какому поводу. Если Рашникову поручат конкретную операцию и выплатят аванс, может ли он исчезнуть, не выполнив порученному ему дело и отказавшись от основной части денег? Никогда не раздумываю, ответил психолог. Почему заинтересовался Дронго? Причина в мотивации. Для него важно чувствовать себя цельным человеком. Он нуждается в самоуважении, очень нуждается, поэтому он не может бросить свою работу на полпути. Он еще может отказаться от денег, но от порученного ему дела нет. Рашников вообще был весьма любопытным человеком. Его самооценка была достаточно завышена, но, что интересно, он не требовал при этом, чтобы окружающие относились к нему так же. этим он отличался от остальных наших сотрудников. Для некоторых из них было важно не только признание, но и его внешние атрибуты. Кроме того, Рашников всегда ценил независимость, а в нынешних условиях большие деньги обеспечивают независимость или свободу называть как хотите. Он не остановится на полпути, поняв, о чем спрашивает Дронго, подхватил Осипов. Раз так, значит, он уже в Москве, задумчиво произнес Дронго. Он уже находится здесь и готовит свою операцию. Лев Григорьевич сказал, что он все планирует до мелочей, чтобы не допустить никаких досадных сбоев. Стало быть, он не будет прятаться где-нибудь за углом, выжидая удобного момента. Он постарается четко спланировать свои действия, выбрав для нанесения удара такую ситуацию, когда объект наверняка будет находиться в пределах досягаемости его выстрела. Весь вопрос в том, где и когда это должно произойти и против кого будет направлен удар. Напомнил Осипов, здесь могут быть разные кандидатуры. Нет, возразил Дронго, не могут. С ним наверняка выходил на связь генерал Лосякин, а он был близок к определенной группе людей, которую возглавляет Тальковский. Для них объект номер один это нынешний мэр столицы, именно он представляет главную угрозу их благополучию в случае своего избрания. Поэтому я думаю, что почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что Рашникова наняли для ликвидации мэра столицы. «Тогда скажите мне, где и когда будет совершено покушение, и я поверю, что вы гений», пошутил Осипов. «Этого я не знаю». Мне интересно другое. Рашников не мог не понимать, что рано или поздно его вычислят. Он убрал из своей квартиры все, что можно было убрать, в том числе и свой компьютер. Но телефонный провод, который был подсоединен к компьютеру, он оторвал таким образом, что на стене остались следы гвоздей и место от провода на потемневших обоях. Он даже не попытался закрасить обои, чтобы скрыть этот след. Очень торопился? Не думаю. Он знал, как важны все мелочи. Более того, он понимал, что его квартирная хозяйка наверняка расскажет, что у него был компьютер, и нетрудно будет догадаться, что он подключал его к сети интернета. Тогда почему он оставил ее в живых? Пожалел, предположил Черковский, не захотел убивать пожилую женщину, с которой столько лет жил рядом? Нет, возразил Лев Григорьевич, на него это совсем не похоже. Он машина, а не человек. Во всем, что касается своего работы, чувства Рашникова полностью атрофированы. Если ему понадобится кого-то убрать, будь это хоть самый близкий ему человек, он уберет, не задумываясь. Вот видите, продолжал Дронго, он всегда выбирал стабильность. А в нынешних условиях, как верно заметил Лев Григорьевич, стабильность и независимость обеспечиваются большими деньгами. Значит, мотивация у него достаточно сильная. Если Лосякин встречался с ним, то мы можем предположить, что он передал ему только часть денег. Значит, остальные деньги, найденные в машине погибшего, были либо частью гонорара, который Лосякин должен был уплатить Рашникову, либо частью аванса. И в том и в другом случае посол не получил всех денег сразу. Поскольку он не тот человек, который будет вступать в лишние контакты, то получается, что после гибели Лосякина единственного, с кем он имел дело, он остался без связи и без денег. Что нужно Рашникову, чтобы выйти на связь с возможным заказчиком? Я думаю, что он воспользовался компьютером. Он оставил нам такие очевидные следы, чтобы мы знали, что у него был компьютер, и поверили, что он через него вышел на связь с возможными заказчиками. На самом деле он никогда бы не стал этого делать, чтобы не оставлять следов. Стало быть, для того, чтобы выйти на заказчика, ему нужен был какой-нибудь другой компьютер, подключенный к интернету. «Вы имеете в виду его место работы?» сказал осипшим от волнения голосом Черковский. «Конечно!» кивнул Дронго. «Судя по тому впечатлению, которое производит кабинет директора спорткомплекса, компьютер стоит там в качестве дорогой мебели для украшения интерьера. Сам директор вряд ли знает, как с ним обращаться, зато это не составляло труда для Рашникова. Если нам повезло и за последнюю неделю никто не включал этого компьютера, то мы можем выяснить, куда отправлял свое сообщение Рашников и с кем пытался связаться. «Я возвращаюсь в Тверь», поднялся Черковский. «И немедленно кивнул им Осипов. Затем он повернулся к Дронго. Он явно хотел что-то сказать, но промолчал. Ему показалось, что любое выражение восхищения, которого специалист такого высочайшего класса безусловно достоин, сейчас было бы неуместным. «Он будет искать удобного момента», закончил Дронго. «Нужно проанализировать все сообщения, проходившие через телевидение, радио, столичные газеты, которые могут дойти до Рашникова. Наверняка у мэра столицы есть какая-то программа. Он должен где-то выступить либо присутствовать. Зная это, Рашников будет просчитывать варианты. И наша задача просчитать их не хуже ликвидатора». День 17 Москва Вторник 10 июля Ему оставалось убрать последнего свидетеля, который видел его в лицо. Убрать последнего человека, который мог бы выступить свидетелем на суде, рассказав о встрече Лосякина с Рашниковым в Твери. После гибели генерала в автомобильной аварии, после смерти Кулакова и Аримова, в его списке оставался только один человек. Саша Собников тот самый молодой офицер, который сопровождал генерала Лосякина во время его поездки в Тверь. Рашников выжидал, понимая, что Собников может связать убийство Кулакова и Аримова с той их поездкой в Тверь. Два дня Рашников следил за домом, где жил Собников и откуда каждое утро он отправлялся на работу, забирая из гаража свои Жигули. Собников даже не подозревал о смерти двоих офицеров. Его, конечно, опечалила нелепая гибель Кирилла Сергеевича, но после его смерти он и не вспоминал об их поездке в Тверь, где генерал вел переговоры с нужным ему человеком. Он полагал, что в связи со смертью Лосякина дело было закрыто и заставил себя забыть и про Рашникова, и про Тверь. Если бы он знал о двух убийствах в Твери, если бы знал о существовании пленки, на которой был записан разговор Кирилла Сергеевича с Рашниковым, возможно, он был осторожился и постарался связать концы с концами, но он ничего этого не знал, а напряженный рабочий график заставил его забыть о той поездке в Тверь. И лишь сегодня утром, по непонятному стечению обстоятельств, Собников вспомнил о ней, когда ему позвонил полковник Машков и попросил зайти к нему в кабинет. Собников явился в кабинет, не подозревая, по какому поводу его вызывают. У Машкова были воспаленные от усталости и постоянного недосыпания глаза, дело, которое он ввел, продвигалось туго и не давало ему покоя. Он не стал никак замаскировывать свой интерес и, взглянув на молодого коллегу, коротко спросил, вы интересовались списком бывших сотрудников ПГУ КГБ? Можно узнать, зачем вам это понадобилось? Собников чуть покраснел. Ему не было за себя стыдно, он выполнял поручения генерала, ему было неловко за Кучинского, который все знал и не имел права ничего скрывать. У меня было поручение, уклончиво ответил Собников. Я обязан был проверить всех бывших сотрудников ПГУ, работавших ликвидаторами. Чье поручение вы выполняли? Кто вам дал такой приказ? Генерал Потапов не в курсе ваших розысков, о них случайно вспомнил Кучинский, когда мы уточняли список, присланный нам из службы внешней разведки. Зачем вам нужен был список бывших ликвидаторов? Зачем вообще вы интересовались этим вопросом? Я не имею права говорить об этом, товарищ полковник, отвел глаза в сторону Собников. Операция была засекречена. Не говорите глупостей, Собников! хмуро посоветовал Машков. Генерал Потапов не в курсе ваших операций, руководство ФСБ тоже ничего не знает. О какой секретности вы говорите? Или вы сами решаете, что следует засекречивать? У меня был приказ, товарищ полковник, побледнел Собников. Чей приказ? Покойного Кирилла Сергеевича, ответил Собников. Ему нужны были данные на всех бывших ликвидаторов первого главного управления. Зачем они ему понадобились? Этого я не знаю, соврал Собников. ликвидаторов ликвидаторов списком. глядя глядя в глаза полковнику. Машков нахмурился. Ему было непонятно, почему Лосякин так доверял Собникову. А если доверял, то почему Собников не знал, для чего его шефу понадобились бывшие агенты внешней разведки? «Послушайте меня, Собников, сдерживая раздражение, сказал Машков. Погиб наш коллега, один из руководителей нашего ведомства. Погиб нелепо, глупо. В салоне его автомобиля была найдена крупная сумма денег. Мы обязаны установить, как она попала к покойному и к кому он ехал. Неужели вы этого не понимаете? «Понимаю, твой полковник. Он действительно понимал, что для него сейчас самым важным было все отрицать, абсолютно все, а то, чего отрицать нельзя, сваливать на погибшего генерала. Но я только готовил списки, которые потом передал Кирилл Сергеевич, и больше я ничего не знаю. Кучинский видел эти списки, возможно, с ним Лосякин говорил более подробно, я этого не знаю. «Вам больше нечего сказать?» «Нет», «почти искренне», сказал Собников, «я сказал вам все, что знал по этому делу». «И вы никуда не выезжали с Лосякиным? Например, в Санкт-Петербург или в Тверь?» Собников понял, почему полковник назвал именно эти два города. Он сразу все понял, и именно поэтому прямо сказал, «Мы никогда и никуда с ним вдвоем не ездили. Я не понимаю, о чем вы говорите». «Можете идти», не скрывая своего раздражения, кивнул Машков. Собников вышел, подумав, что пронесло. Откуда ему было знать, что судьба решала над ним жестокую игру и жестоко смеется в последний момент. В этот вечер он возвращался домой чуть позже обычного. Задержали текущие дела. Он понимал, что Машков раздражен, что его ответы полковника не удовлетворили, и он будет копать дальше. Но Собников был спокоен. Кроме него и Лосякина об этом деле никто не знал, а Кирилл Сергеевич был уже на том свете и никаких показаний дать не мог. Домой он приехал около девяти часов вечера. Оставив машину во дворе, он прихватил пакеты с продуктами и пошел к подъезду. Он поднимался по лестнице, когда почувствовал, что чья-то тень нависла над ним. Собников поднял голову и содрогнулся. На него сверху смотрел Рашников. Так они и стояли целую минуту, глядя в глаза друг другу. Собников с сожалением подумал, что сглупил. Нужно было рассказать Машкову обо всем, потребуют защиты, указать фамилию Рашникова, но тогда он автоматически вылетал из ФСБ, такие вещи не прощают. По существу они вместе с Лосякиным искали профессионального убийцу. И Собников понимал, для чего генералу понадобился такой человек, а теперь он стоял, прижимая груди пакеты и глядел наверх, словно читая на лице посла свой собственный приговор. Потом он вдруг резко отпустил пакеты, чтобы достать свой пистолет, хотя и понимал, что подобная попытка обречена на неудачу. Рашников просто поднял свой пистолет с глушителем и первым же выстрелом точно в горло заставил Собникова захлебнуться собственной кровью. Второй выстрел был контрольным. Собников даже не почувствовал боли, просто все сразу лопнуло раз и навсегда. Рашников убрал пистолет, спустился по лестнице и, перешагнув через труп, вышел из подъезда. Он ступал осторожно, чтобы не запачкаться черной кровью лежавшего на полу молодого мужчины. Через час о смерти Собникова уже знали в ФСБ. Еще через час Машков затребовал все материалы на Рашникова. Выстрелы точно в горло, которыми были убиты Аримов и Собников, были выстрелами профессионала, привыкшего работать в одиночку. Спасения от таких выстрелов не было. Аримову не помог даже бронежилет. К вечеру Машков уже знал, что тело утонувшего Рашникова не нашли. Он узнал также, что один из его сотрудников даже не счел нужным сообщить ему о том, что в Тверь наведались двое представителей внешней разведки. Но самым неприятным было то, что Машков узнал, поговорив с областным управлением ФСБ в Твери. По показаниям директора спорткомплекса к нему приезжали двое, и один из них был человек восточного происхождения, высокий, широкоплечий, немного лысоватый, свободно говоривший по-русски. Машков догадался, о ком шла речь, но боялся в это поверить, пока через два дня не убедился в правоте своей версии. День восемнадцатый, Москва, четверг, двенадцатый июля. Все произошло не совсем так, как сказал Легунов. Адвоката он действительно нашел, и тот незамедлительно разослал свои ходатайства во все инстанции, но в среду Саида не отпустили. Только в четверг городская прокуратура наконец-то разрешила его отпустить на несколько дней под большой денежный залог, который Легунов внес, не задумываясь. Он был готов внести и больше, чтобы выполнить поручение Тальковского. Ему казалось, что план, который он разработал, был выигрышен со всех сторон. Если завтра Саид при большом стечении народа даст пощечину мэру города, это вызовет невероятный скандал. Следовало предупредить журналистов, чтобы они были на чеку и успели зафиксировать этот момент, который потом станет гвоздем всех телевизионных информационных программ. Потом можно будет объяснить, что таким образом несчастный диссидент, бежавший от преследования режима в собственной стране, выразил свой протест против дискриминационной политики в отношении беженцев, которую проводили московские власти. После такого скандала на карьере любого политика можно ставить крест. Мигунов не сомневался, что все получится. В конце концов, у Саида просто не было другого выхода. Игнат Данилович сумел задеть самую чувствительную струну в его характере. Умереть Саид был согласен, но стать предателем, выдав своих друзей, даже помимо своей воли, для него было хуже смерти. Так что у Ягунова не было оснований сомневаться в том, что стоит сделать все, о чем его попросят. Он приехал со своими людьми на двух автомобилях, чтобы отвезти Саида за город, где ему следовало выучить текст заявления, которое он должен был сделать завтра. Саид сел в машину, по бокам от него уселись дюжи парни из охранного агентства, а Вигунов уже садился в свой автомобиль, когда его позвали ко второй машине. У меня в Москве есть знакомая женщина, неожиданно сказал Саид, я хочу с ней попрощаться. «Не нужно превращать нашу операцию в дешевую мелодраму», поморщился Вигунов, «завтра сделайте то, что вас просят, и можете встречаться со своей женщиной сколько хотите». «Я с ней не встречаюсь», возразил Саид. «Эта женщина спасла мне жизнь, я обязан с ней попрощаться». «Уже поздно», рявкнул Вигунов, «до утра вы еще должны выучить текст, мы уезжаем, я не разрешаю вам ни с кем встречаться, в условиях нашего контракта не было такого пункта». «Значит, он только что появится», невозмутимо заметил Саид, «вы должны мне разрешить с ней увидеться, иначе можете меня вернуть обратно в камеру». «Вам никто не говорил, что у вас дурацкий характер?» зло спросил Вигунов. «Черт с вами! Скажите, где она живет? Мы подъедем туда, и вы позвоните ей снизу, пусть она спустится и попрощается с вами. Но только на одну минуту, вы меня поняли? Только на одну минуту, и только в присутствии моих людей». «Конечно», согласился Саид. «Поехали». Вигунов отправился к своему автомобилю и, усаживаясь на заднее сиденье, так сильно хлопнул дверцей, что водитель испуганно обернулся. Через двадцать пять минут они подъехали к дому Кужелевых, и Саид, получив мобильный телефон, набрал номер Эллы. Трубку взял ее муж. «Алло!» сказал он. «Я вас слушаю». Саид растерялся. Он не знал, что говорить. «Алло!» раздраженно повторил Саша. «Кто говорит?» Уехать, не попрощавшись, Саид не мог, и поэтому он нерешительно произнес. «Добрый вечер!» «Извините за беспокойство, вы не могли бы позвать к телефону Эллу?» «А кто говорит?» насторожился Саша. «Ее знакомые». Он понял, что подобные слова звучат двусмысленно, и поэтому быстро поправился. Это Саид Курбанов. «Вас уже выпустили?» спросил Саша. «Нет, то есть да. Меня уже выпустили, я уезжаю. Если вы разрешите, я хотел бы поблагодарить вашу супругу за все, что она для меня сделала. Сейчас я ее позову», тихо сказал Саша. Он положил трубку и прошел на кухню, где его жена мыла посуду. Павлик сидел рядом, доедая ужин. «Элла», тихо позвала. Она не услышала. «Элла!» громче позвал муж. Она обернулась, взглянула на него, поняла, что что-то произошло. она поставила тарелку и встала, ожидая, что Саша ей скажет. «Там звонит твой, ну, в общем, тот самый, Саид», поняла Элла, но внешне ничем себя не выдала. Павлик перестал есть и уставился на родителей. «Ешь, Павлик», сказала Элла и обернулась к мужу. «Я не ждала его звонка», сказала она, глядя Саше в глаза. «Он ждет у телефона», ровным голосом произнес Саша. Она вытерла руки и медленно двинулась в сторону спальни, прошла коридор, вошла в комнату, чувствуя, как бьется ее сердце и взяла трубку. «Слушаю вас». «Элла». «Это я, Саид», быстро сказал он. «Извините, что я вас снова беспокою, меня выпустили из тюрьмы, я сегодня уезжаю, я позвонил, чтобы попрощаться с вами». «Вас отпустили?» не поверила она. «Да, да, все хорошо», сказал он. «Меня действительно отпустили, можете не беспокоиться, у меня все хорошо». Он хотел добавить, что стоит около ее дома, хотел попросить ее спуститься, хотел увидеть ее еще раз, но он слышал голос ее мужа и понимал, что этого делать нельзя. Она и так слишком многим пожертвовала, принимая его у себя дома. «До свидания», сказал он через силу. «Я хотел пожелать вам всего хорошего». Рядом раздался сигнал автомобиля. он не повернул головы, но она вздрогнула, сигнал слышен был из улицы. Она медленно прошептала «До свидания». «Желаю вам удачи». И осторожно положила трубку. После чего подошла к окну, выходившему на улицу, рядом с домом стояли два автомобиля. Она улыбнулась сквозь слезы. Саид был достаточно благороден, чтобы не вызывать ее из дома поздно вечером, когда рядом находится муж. Она все поняла. Вигунов в это время подошел к Саиду и нетерпеливо спросил «Когда спустится ваша дама?» «Я уже с ней попрощался», ответил Саид. «Вам никто не говорил, что вы ненормальный», разозлен Вигунов. «Поехали!» крикнул он водителю первой машины. «Черт их поймет этих ненормальных!» подумал он о Цаиде. «То они набрасываются на женщин как безумные, то отказываются от них как кретины». Он даже не мог себе представить, как завтра он будет жалеть о том, что связался с этим ненормальным. День восемнадцатый, Москва, четверг, двенадцатый июля. На этот раз все получилось совсем по-другому. Серковский приехал в Тверь уже в третий раз за последние несколько дней и приехал в сопровождении опытного инженера, который должен был проверить компьютер, установленный в кабинете директора спорткомплекса. Днем попасть незаметно в кабинет было невозможно, в здании находилось много народа, а вокруг директорского кабинета было весьма оживленно. Пришлось ждать вечера, чтобы попытаться проникнуть в здание. Однако, когда капитан Черковский и его спутник попытались в полночь проникнуть в спорткомплекс, оказалось, что у сторожа есть собака, и она почувствовала приближение незнакомцев, это было для них неожиданным. Если бы они заранее знали о собаке, они бы придумали, что делать. Теперь им ничего не оставалось, как пристрелить несчастное животное благооружие с глушителем у них было, чтобы Лай не разбудил уснувшего сторожа. Черковский печально смотрел на собаку, которая тихо взвизгнула после первого выстрела, второй попал ей прямо в сердце, и она повалилась на землю, не издав больше ни звука. Только тогда они, наконец, смогли попасть в здание и войти в кабинет директора. Помощник Черковского быстро включил компьютер, проверил последний выход в интернет, через несколько минут все было закончено, он достал дискету, на которой был зафиксирован адрес, куда выходил Рашников, и дата выхода 2 июля за день до его смерти. И только после этого они удалились. Однако на этот раз все прошло не совсем гладко. Директор спорткомплекса, узнав о гибели собаки, немедленно позвонил ФСБ. Оттуда приехали эксперты, которые довольно быстро выяснили, что в собаку дважды стреляли. Учитывая, что никто в округе не слышал выстрелов, они сделали вывод, что стреляли из оружия с глушителем. Сотрудники местного управления ФСБ проверили все здание и, не найдя никаких видимых следов, сообщили о происшествии в Москву. На этот раз в Москве отреагировали предельно жестко, да и картина складывалась мрачная. Сначала в городе без предупреждения появляются сотрудники службы внешней разведки. Затем неизвестные проникают в спорткомплекс, пристрелив предварительно собаку, а накануне собников погибают от снайперского выстрела, сделанного неизвестным точно в горло. Примерно также был убит в Твери Юрий Аримов. Потапов и Машков уже не сомневались в том, кого искали в Твери сотрудники службы внешней разведки, но Потапов еще не знал, что среди посетивших Тверь в последние дни был Дронго. Машков же уже практически не сомневался в том, что человеком, которого директор спорткомплекса описывал в своих показаниях, был именно он. Он решил вечером заехать к Дронго, но предварительно ему позвонил. — Добрый вечер, — сказал Машков, прослушав дежурный текст автоответчика. — Это Виктор Машков. Я хотел бы с вами поговорить. Он не успел закончить фразы, как Дронго снял трубку. Они были знакомы несколько лет и особенно близко сдружились в Париже, когда террористы пытались взорвать американское посольство. Дронго знал и погибшего несколько лет назад в горах Афганистана старшего брата Машкова Владимира, который был в отряде легендарного генерала Асанова. — Здравствуй, Виктор, обрадовался Дронго. — Кажется, мы с тобой не разговаривали несколько месяцев. — По-моему, это хорошо, — серьезно заметил Машков. — Значит, ничего страшного не происходит. — Надеюсь, что так. — У тебя ко мне дело? — Да. — Я хотел бы с тобой повидаться. Можно мне к тебе приехать? — Конечно, можно. — Приезжай. Дронго положил трубку и обернулся к сидевшему в комнате Осипову. — Кто это был? — спросил тот. — Мой старый знакомый уклонился от ответа Дронго. — Значит, вашим сотрудникам удалось установить, с кем выходил на связь Рашников. Он вышел через интернет на свой счет в австрийском отделении Deutsche Bank сообщил Осипов. Мы направили запрос, но пока ответа не получили. У них там свои правила. Но теперь уже ясно, как они связываются друг с другом. Очевидно, он открыл себе счет в Австрии и теперь ему переводят туда деньги за исполнение заказа. Вы оказались правы. он использовал компьютер своего директора для выхода в сеть интернета. Сколько времени они будут отвечать на ваш запрос? Долго. Откровенно ответил Осипов. Вообще у них не принято сообщать, сколько денег лежит на счету клиента. Мы только завтра отправим специальные документы через нашу прокуратуру. А завтра пятница, пока наш запрос рассмотрит австрийская прокуратура, пока не дадут разрешение, пока будут оформлены все необходимые документы, понадобится не менее недели. У нас нет недели, подвел неутешительный итог Дронго. Он может начать действовать в любой момент. Вы имеете в виду какую-то конкретную дату? Да, более чем конкретную. Завтра состоится презентация фармацевтической фирмы, которая подписала многомиллионный контракт с российским правительством. Первый завод будет построен в Москве, значит, московский мэр обязательно будет на презентации. не подходит, возразил Осипов. Презентация будет в закрытом помещении, вход строго по пропускам, как туда попадет Рашников? Ожидается приезд премьера, поэтому охрана перекроет все входы и выходы. Он, конечно, профессионал, но не самоубийца, тем более, если его ждет счет в Вене. Я не верю, что он выберет презентацию. Тогда в воскресенье в Лужниках достал газету Дронго состоится решающий футбольный матч между Спартаком и Динамо. Учитывая, что нынешний премьер будет болеть за Динамо, можно ожидать, что мэр приедет, чтобы демонстративно выразить свою поддержку Спартаку, который, кстати, имеет гораздо больше шансов на победу. В Лужниках, повторил Осипов. Как вы себе это представляете? Думаете, что он сядет на трибуне и начнет стрелять? Там столько милиции, на футбол не пускают даже с пивными бутылками. Нет, я думаю, что этот вариант тоже не подойдет. Он выберет что-нибудь другое. Он не выберет ничего другого, возразил Дронго. У него будет только два шанса, либо завтра, либо в воскресенье на футболе. Других возможностей у него не будет. Почему вы так решили? Я два дня читаю все газеты. В понедельник утром мэр столицы улетает в отпуск на месяц. Он проведет его в Швейцарии. Если бы это была страна Шенгенской зоны, тут возможны были бы разные варианты. Но в Швейцарии нужна конкретная виза этой страны, не говоря уже о том, что туда придется провозить оружие, а это достаточно непросто. Да и в самой Швейцарии с оружием будут проблемы. Рашников не станет так рисковать. Он не должен позволить клиенту уезжать из страны. Ближайшие три дня будут решающими, Георгий Самойлович. Я в этом убежден. Так, сказал Осипов. Убедительно. Хорошо. Я попрошу, чтобы на презентации присутствовало как можно больше наших людей. Там мы еще сможем обеспечить охрану, но футболе... Это же невозможно. Там сто тысяч болельщиков. Давайте сначала подумаем о завтрашней презентации. Вы можете достать мне пропуск? Попытаюсь. Осипов поднялся из кресла. Если вы опять окажетесь правы, то у нас будут проблемы, большие проблемы, Дронго. Убийство мэра, если оно произойдет, вызовет такие политические потрясения, что наша страна может этого не выдержать. Придется вводить чрезвычайное положение, отменять президентские выборы, запрещать политические партии, начнутся волнения в национальных республиках, вспыхнет восстание на Северном Кавказе. И это в условиях, когда у нас нет дееспособного президента. Сейчас все ждут выборов нового президента, и если мы дадим возможность Рашникову действовать, то поставим под угрозу будущее нашей страны. Усильте охрану, мрачно посоветовал Дронго. И устроите так, чтобы завтра с утра я мог там побывать. Может, на месте нам будет проще разработать наш план. Наш, горько сказал Осипов. Охраной в нашем государстве занимается ФСБ, МВД и собственно служба охраны. Но эти ведомства как раз заинтересованы в том, чтобы все перевернуть вверх тормашками. Они как раз выражают интересы совсем других политических сил. Я не имею право сообщать вам все подробности, но уверяю вас, что у нас есть достоверные агентурные сведения о том, что в страну завозятся крупные партии наличной валюты. И мы знаем, кто за этим стоит. В стране прогнозируется потрясение. Неужели вам это не ясно? Вы не доверяете своим коллегам из других служб? Как я им могу доверять, когда заместитель директора ФСБ генерал Лосякин нанимает убийцу по поручению конкретных заказчиков? Как я могу доверять таким людям? Ах, Осипов махнул рукой. Они погубят Россию, сказал он с неожиданной горечью. До свидания. Я завтра утром за вами заеду. Осипов вышел из квартиры Дронго в плохом настроении. После его ухода Дронго еще минут двадцать сидел в своем кресле, обдумывая ситуацию, когда в дверь позвонили. Он поднялся и пошел к входной двери. Хитроумная система скрытых камер и двойного глазка позволяла ему находиться за дверью, не опасаясь возможных выстрелов. На лестничной площадке стоял полковник Машков. Дронго открыл дверь. Машков протянул ему руку, Дронго ответил на рукопожатие и пригласил гостя в кабинет. Только когда они прошли в кабинет и сели друг напротив друга в глубокие кожаные кресла, были произнесены первые слова. — Кажется, сегодня ты пришел не в лучшем настроении, заметил Дронго. — Только не говори, что ты догадался по моему лицу, невесело усмехнулся Машков. Я еще не сказал ни слова, чтобы ты мог о чем-нибудь догадаться. — Я уже хорошо изучил все твои особенности. — При чем тут твои слова? — улыбнулся Дронго. — Обрати внимание, как ты вошел в кабинет. Обычно у тебя бывает свободная постановка ног, а сегодня у тебя была несколько ходульная деревянная походка, словно ты пытаешься излишним перенапряжением компенсировать некоторую нерешительность. Посмотри, как зажато ты сидишь. Обычно ты сидишь более раскованно и здороваешься немного по-другому. — Ты подаешь мне руку, как человеку, которому доверяешь, а сегодня ты подал мне стеклянную ладонь. — У тебя ведь атлетический тип руки, мускулистая рука, большая ладонь, сильный большой палец. Ты не должен так здороваться. И, наконец, твоя мимика. У тебя сильно зажат рот, как будто ты готовишься к неприятной борьбе, чувствуя внутреннее напряжение. Направленность твоего взгляда, выражение лица, поза. В общем, я могу много о чем тебе рассказать. — Хватит! — отмахнулся Машков, невесело улыбаясь. — Убедил. — Твои фокусы всегда забавны. Только на этот раз я поехал с тобой поговорить по очень серьезному вопросу. Я так и подумал. — Что тебе нужно? — Зачем ты влез в это дело? — вдруг спросил Машков. — Ты ведь с самого начала понимал, что это большая политика. Зачем ты в нее полез? — Это ведь необычное уголовное дело, где проходят твои аналитические фокусы. — Я должен удивиться? Или спросить, откуда ты все знаешь? — Знаю, — резко махнул рукой Машков. — Ты был несколько дней назад в Твери в спорткомплексе. Осматривал место работы исчезнувшего Рашникова. Мы не сразу догадались, что это Рашников. Подозрения возникли потом, когда из службы внешней разведки нам прислали неполные списки. Рашников исчез, инсценировав собственную смерть. Теперь мы понимаем, что это с ним разговаривал покойный Лосякин. А ты об этом знал, очевидно, с самого начала, и поэтому согласился работать на СВР. Ты можешь объяснить, зачем тебе это нужно? Кому и что ты хочешь доказать? — Я не понимаю, почему ты так нервничаешь. — Ты все прекрасно понимаешь, зло сказал Машков. — И все понимал с самого начала. Я только не знаю, когда ты начал работать на СВР, до того, как приехал к тебе Потапов, или после. — Понятно, вздохнул Дронго. — Вы считаете, что я могу поделиться вашей информацией с ними? — А ты этого не сделал? — Тогда извини. Я, возможно, не прав. Но откуда они могли узнать о пленке, о наших поисках? Почему ты поехал в Тверь и оказался в том самом спорткомплексе, где работал в последние годы Рашников? Почему на следующий день после твоего посещения двое неизвестных проникли в здание, застрелив собаку, и явно что-то там искали? Что они искали? Ты можешь мне сказать? — Могу, кивнул Дронго. — Если ты успокоишься и меня послужишь, только без нервов. Все, что я могу, я тебе расскажу. Во-первых, продолжал Машков, глубже усаживаясь в кресло, когда Потапов привез мне пленку, я ничего не знал, я только удивился, почему мне не дают возможности послушать голос второго человека, но не стал задавать лишних вопросов. Однако потом в СВР тоже узнали о пленке. Я им ничего не говорил и до сих пор ничего не сказал. Они сами об этом узнали, очевидно, у них есть собственные источники в вашем ведомстве. Во-вторых, они сами вычислили Рашникова. Когда вы запросили список ликвидаторов, они поняли, кто может вас заинтересовать и смогли гораздо быстрее вас выйти на Рашникова. И, наконец, встретить их. В отличие от вашей службы, они довольно точно выяснили, для чего ваш генерал встречался с их ликвидатором. Более того, им известно, кого именно должен убрать Рашников. И они единственная служба в стране, которая пытается этому помешать. Вот тебе и вся правда. Почему вы этим не занимаетесь? Почему вы делаете вид, что ничего не происходит? Почему генерал ФСБ ищет убийцу для устранения известного политика? Вы считаете это нормальным? Прикрывая честь своего мундира, вы ставите под угрозу безопасность собственного государства. Неужели и это тебе непонятно? Подожди, попросил Машков, я ничего не могу понять, какую честь мундира. Мы тоже ищем убийцу. И мы знаем, что этот убийца Рашников, он убрал всех свидетелей, всех, кто мог его опознать, Кулакова, Аримова, Собникова, всех. Про Собникова я еще не слышал. Вот видишь, мы тоже ищем Рашникова, мы тоже хотим понять, что за этим всем стоит. Ты ведь ничего не знаешь. Генерал Потапов встречался с Тальковским. Он хотел показать банкиру, что нам известны их планы, хотел остановить его хотя бы таким образом. «Удалось?» Иронично спросил Дронго. «Иди ты к черту!» взорвался Машков. «Я тебе говорю, что мы выполняем свою задачу так, как и должны выполнять, а эти специалисты из внешней разведки нам только мешают. Почему они не дали нам полный список? Почему сразу не указали на Рашникова? Они не верят вам, так же, как и вы им. В этом государстве каждая спецслужба работает на конкретных людей, на конкретных политиков. Все служат кому-то, а не государству. «Ты пытаешься их оправдать», нервничая, сказал Машков. «Я пытаюсь вас понять и не могу. Честно признался Дронго. Наступило молчание». «Зачем ты полез в эту историю?» устало спросил Машков. «Это не твоя страна и не твои проблемы. Не обижайся, что я так говорю. Я просто не хочу, чтобы тебя подставили». «Ты знаешь, одиннадцать лет назад я был в Нью-Йорке. Вдруг сказал Дронго. Я никогда и никому об этом не рассказывал. Тогда в Вашингтоне и в Москве ждали покушения на жизнь трех президентов, которые должны были встречаться в Нью-Йорке. Рейган тогда уходил, Буша только избрали, Горбачев был в зените своей славы. Казалось, все будет хорошо. Тогда я был в составе группы, которая не допустила покушения. Может, ты слышал об этой истории? Уже после того, как мы завершили операцию, в меня стреляли. Я тогда чудом выжил. Неизвестно, каким образом. Врачи считали, что у меня не было шансов. Потом я провалялся в постели почти два года. А когда наконец вышел из больницы, оказалось, что я никому не нужен. И вообще оказалось, что все в мире изменилось. Была снесена Берлинская стена, в Румынии расстреляли Чевушеску, в Баку и Тбилиси произошли кровавые события. Оказалось, что я вернулся совсем в другое время и в другую страну. Я не говорю, я считаю негативным фактом объединения Германии или развал соцсистемы. Но это была уже другая ситуация, отличавшаяся от той, к которой я привык. Я видел, как нарастал общий развал страны, я видел, как нарастал ображение, а потом развал произошел. Дронг замолчал ненадолго, потом тихо произнес, а я потерял в Австрии женщину, которая мне очень нравилась. Он тяжело вздохнул и продолжил. Именно тогда я понял, что не бывает страны самой по себе и не бывает человека самого по себе. В мире извечно борются только две силы добра и зла. И если где-то побеждает зло, то это наше общее поражение, а если побеждает добро, то это наша общая победа. Хотя иногда мы путаем эти понятия, принимая добро за зло, а зло за добро. Но может это насмешка дьявола? Ты не можешь уехать? спросил друг Машков. Нет, твердо ответил Дронго, ты ведь знаешь, что я не уеду. Мы не знаем, чем все это кончится, признал Самашков. Может, они тебя используют, может, история с Лосякиным гениальная провокация, которую они устроили, может, Рашников работает на них, и тогда они уберут тебя в нужный момент. Они считают, что Рашников работает на вас, сказал Дронго. По-моему, будет лучше, если обе службы встретятся и договорятся. Каким образом? Ты считаешь, что они могут договориться? Для этого оба ведомства сначала должны признаться в недоверии друг к другу. Ты понимаешь, что говоришь? Они никогда не договорятся. Уже лучше, улыбнулся Дронго. Раньше ты считал себя на одной стороне, а меня на другой. Сейчас ты уже не делаешь такого различия. Хватит! крикнул Машков. Завтра тебя могут убить, а ты смеешься. Почему именно завтра? спросил Дронго. Ты ведь знаешь, на кого охотится Рашников? Тихо ответил Машков. И все знают. Завтра будет презентация, на которой будут все наши политики. Если Рашников там появится, мы просто обязаны его остановить. Еще не поздно, поднялся из кресла Дронго. Возьми трубку и позвони Потапову. Я позвоню Осипову. Пусть они сегодня встретятся, еще не поздно остановить Рашникова. Что я ему скажу? Что пытался тебя остановить? Или расскажу о твоем появлении в Твери? Они никогда не договорятся, Дронго. Неужели ты этого не понимаешь? ФСБ считает, что преемственность власти может обеспечить нынешний премьер, который был к тому же бывшим руководителем контрразведки, а в СВР наоборот считает, что только коалиция мэра столицы и бывшего премьера, который возглавлял их службу, может стать основой будущего государственного устройства России. Речь идет не об обычном соперничестве служб, речь идет об их видении развития страны в ближайшее время. Гениальная страна, где один премьер бывший контрразведчик, а другой бывший разведчик, и их ведомства никак не могут между собой договориться, прокомментировал Дронго. Ты понимаешь, что произойдет, если завтра убьют мэра столицы? Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Это про Россию и про всех нас. Звони Потапову, пока не поздно. Меня выгонят из ФСБ, вздохнул Машков, поднимаясь из кресла и подходя к телефону. Он подумал немного и поднял трубку. Дронго прошел в другую комнату, взял мобильный телефон и набрал номер Осипова. Георгий Самойлович, сказал он, обращаясь к разведчику, вы не могли бы еще раз приехать ко мне. Кажется, у меня появились очень неплохие новости. Машков.